Добрый день, дорогие друзья! С вами снова канал Поделки Самоделки. И сегодня я вам предлагаю 5 идей в одной поделке, которую можно сделать из джута и палочек от мороженого. Эту поделку, сделанную своими руками, можно использовать как органайзер, шкатулку, панно, сумку, ну и плюс еще ваша идея. Давайте посмотрим, как мы ее сделаем. Сначала мне нужно было сделать очень ровную боковину из палочек от мороженого. Для этого я прилепила самую-самую длинную линейку с помощью липкой ленты к столу, разложила палочки и с другой стороны я тоже приклеила липкой лентой линейку. Одной линейки мне не хватило, поэтому я приклеила две. Теперь я закрепила тоже липкой лентой все палочки. Это для того, чтобы они у меня не разлетались в разные стороны. И перевернула. Теперь можно с ними работать. Это джутовая ткань, она отбелена точно так же, как я отбеливаю обычно джут. Я прикрепила ее малярной лентой, чтобы она не двигалась у меня. И теперь можно ее приклеить к палочкам. То есть я придумала вот такой нехитрый способ, чтобы очень ровно наклеить палочки от мороженого и чтобы они у меня не разъезжались. Еще раз напоминаю, я делаю боковину сумки. Ну, я так наклеила всю эту полоску. После того, как полоска была наклеена, я наклеила еще и косичку, которую я сплела из отбелиного джута, из шести нити. По две ниточки в каждой полосе. Итак, я наклеиваю косичку. Я наклеила ее с двух сторон. Вот с одной стороны. И потом я наклеила с противоположной стороны. Эта косичка очень хорошо будет также поддерживать наклеенную джутовую ткань или мешковину. Ну, теперь можно все снять. Все отлепляем. Все малярные ленты, все линейки. Убираем малярную ленту. Она нам уже больше не нужна. Красота получилась! Посмотрите, все ровно, красиво и аккуратно. Теперь я беру два круга по 15 сантиметров в диаметре и наклеиваю на эти круги джутовую ткань или мешковину. Как хотите. Можете даже наклеить совсем другую ткань, лишь бы она только сочеталась с отбелиным джутом. Теперь вырезаем круги. Отрезаем лишние кусочки ткани. Вот что я получила. Два таких красивых круга. С обратной стороны я наклеила джутовую ткань отбелиную. И теперь нужно сделать декорацию боковины. Опять из шести ниток сплетенная только туго сплетенная косичка. Я ее наклеиваю. Оба края я обрезаю под 45 градусов. Это для того, чтобы не было видно стыка. Будет очень и очень аккуратно. Лишние волосики можно обжечь с помощью зажигалочки. Делать это нужно аккуратно и очень быстро, чтобы не запачкать ваше изделие. Вот такая красотища у меня получилась. Две очень аккуратные половинки. Обратите внимание, как все красиво и аккуратно. Я отсчитываю несколько палочек. В данном случае 8 штук. Делаю пометочку и с этой пометки я буду приклеивать обе боковинки. Сначала одну, потом вторую. Вот я наклеиваю одну половинку. Их приклеивать нетрудно. Я просто прислоняю к косичке. И делаю это не спеша. Наношу термоклей очень и очень такими небольшими дорожками. Примерно по 5-7 сантиметров. Вот я наклеила одну половинку. И очень легко потом вклеивается и вторая. Вообще очень быстро. Вот мое изделие практически готово. Нужно ему добавить ножки. Мне хотелось, чтобы эта поделка у меня могла еще и стоять. Ножки я сделала из деревянных бусин. Они приклеиваются очень легко по центру. Посмотрите, красота получается. Очень удобно. Ну и теперь я делаю ручки. Я наклеиваю края один на один внахлёст. И обматываю еще обыкновенной отбеленной джутовой ниткой. Можно в одну, можно в две нитки это делать. Это все по вашему желанию. Я лишь только вам даю идеи. А вам уже их дальше развивать. Посмотрите, вот просто обматываю. Во-первых, ручка становится более прочная. И не видно вот этих заклеенных мест. И все очень аккуратно. Посмотрите, одна ручка, вторая здорово. Ну и теперь займемся цветочком. Я вырезала вот такие лепесточки. Сделала их 10 штук. Сейчас я использую остатки от косички. Смачиваю кусочек джутовой нити обыкновенным школьным прозрачным клеем. Для того, чтобы не было видно борсинок. И чтобы нить была более послушной. И теперь с помощью горячего клея я приклеиваю эту джутовую нитку к краям моих лепесточков. Делаю опять-таки не спеша. Совсем аккуратно. Буквально по 2 сантиметра. Размер моего лепесточка 6 на 3,5 сантиметра. Вообще-то я не очень люблю использовать джут и горячий клей. Потому что горячий клей очень пачкает его. Но тут нужно было поторопиться. И я использовала поэтому термоклей. Ну и конечно он ускоряет работу. И получаете результат очень быстро. Теперь по центру наносим примерно 1 сантиметр. Тоже делаем дорожку горячего клея. И получается вот такой симпатичный лепесточек. И таких я сделала, как я повторяю, 10 штучек. Теперь я их склеиваю сначала парами. Чтобы горячий клей успевал затвердеть. То есть сначала я немножко наношу клея. И слегка прислоняю лепесточки друг к другу. Я приготовила для начала 4 пары. И потом решила посмотреть, нужна ли будет пятая пара. Вот мои сладкие парочки готовы. И теперь я их склеиваю друг с другом. Я обожаю этот момент, когда из разрозненных кусочков собираешь и получается такая большая, красивая картинка. Я считаю, что это самый волшебный момент любого творчества. Когда ваша задумка становится настоящей, реальной вещью. Просто здорово! Итак, последняя сладкая парочка. Я вклеиваю ее в свой цветочек. И получаю полную картину цветка. Теперь нужно приклеить последнюю сторону. Делается это очень легко. Вот снова прихватили слегка клеем. И сделали. Теперь нужно сделать 2 улиточки. Также я смачиваю джутовую нить, отбеленную джутовую нить клеем ученическим. И сворачиваю улиточку руками, пальчиками. Я сделала 2 улиточки. Одну чуть побольше. Она будет находиться у меня снизу цветка. И вторую чуть поменьше она будет вверху. Вот обрезаю под 45 градусов. Опять кончик таки заклеиваю. И теперь можно сзади приклеить эту улиточку, чтобы очень прочно держались лепесточки. И чтобы удобно было потом цветок приклеивать к нашей поделке. Вот теперь снаружи. Сегодня я обошлась без красивых камней. Но если вам хочется, можете добавить еще и свою идею сюда. Вот цветок прекрасный готов. Намечаем, где он будет, в каком центре. Наносим клей с обратной стороны. И ставим его на место. Вот она моя корзинка, шкатулка, органайзер. Панно уже готово. И можете добавить сюда свою идею. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот вам органайзер. Вот вам тоже такая штучка для ванны. Это на обоях можно повесить. Это сумочку можно сделать. Но если вам понравились мои идеи, поставьте лайк и оставьте ваш дружеский комментарий. А теперь всего доброго. Пока-пока.